Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы обратимся сейчас к 63-й главе книги пророка Исаии Вавилонского. 63-я глава стоит несколько особняком по отношению к тому гимну, который начался в предыдущих главах, продолжится следующий. 63-я глава начинается с очень, в общем, трудных для восприятия слов. Я бы сказал, что людям, которые ее читают, хочется пропустить, потому что нам нелегко согласиться на то, что мы видим, что мы узнаем о Боге от пророка здесь в 63-й главе. Вот он говорил о том, что Бог выступает с Сиона для того, чтобы спасти свой народ. Народ принимает правду Божью, чтобы исполнять ее. Но наступает новое время. Все замечательно. А вот другой взгляд на историю, потому что здесь начинается действительно попытка осмысления того, что было, что вообще произошло, начиная с гибели царя Иосии, начиная с эпохи Иосии и его потомков, вот плен, разрушение Иерусалима, гибель, изгнание, бесчисленные страдания израильтян, когда они оказались в плену, а земля Израиля была отдана, в общем, на попрание чужеземцам. Вот что произошло, что происходит в истории. И вот смотрите, как пророк Исаия здесь предлагает нам увидеть Бога и его действия. Он говорит, кто это идет от Эдома в червленых ризах от вассора, величественной в своей одежде? Отчего же одеяние твое красно, и ризы, как утоптавшего, вточили? Бог здесь говорит пророку, «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Да, Бог, который возвещает правду, и без этого мы не в состоянии эту правду знать. Мы будем все время в плену иллюзий про жизнь. Да, Он изрекает правду, и Он силен, чтобы спасать. Но края риса его покрыты чем-то багровым, как кровь. Исаия видит Бога, чьи ноги и одежды покрыты виноградным соком, багровым, как кровь. Знаком крови на самом деле. Вот то, что происходит в истории, это далеко не такая благостная картинка. Понимаете, иногда мы изображаем Бога жестоким мстителем, ищущим как бы нам подловить, как бы ему подловить нас на каких-нибудь провинностях и покарать. Это неправда о Боге. Но когда мы видим Бога, как благостного дедушку с бородкой, похожего на Ивана Петровича Павлова, до такой степени слащавого, что даже разговора о развлечении добра и зла не происходит, этот добренький дедушка тоже неправда о Боге. Вот любовь Бога к правде и его ненависть к неправде – это две стороны одной медали. Милость Бога к людям, которые выбирают его правду, и ярость Божья по отношению к тем, кто врет, совершает подлости, живет насилием – это ярость и милость – две стороны одной медали. И поэтому здесь Исаия вот об этом, собственно, и свидетельствует. «Я топтал начило один, и из народов никого не было со мною». Речь идет о Боге как о судье истории, судье, который выносит определение всем народам, обвинение или оправдание, в зависимости от того, на кого и на что эти народы уповали. В общем, обычное, нормальное, я бы сказал, библейское представление о суде Божьем. Ты уповаешь либо на правду единого истинного Бога, либо там на какую-нибудь билиберду, типа насилия, богатства, ну и прочих идолов, собственно, языческих. И Бог тебе одному говорит, ты прав, в другом ты не прав. Вот, собственно, и весь суд там. Нету вот этого, как мы представляем себе, состязательного процесса. Ну вот это один и тот же Бог, который топчет точило, и никого из народов нету с ним. А израильтяне-то думали часто, что, ну, нас Бог оправдает. Когда он будет топтать в точиле, собирать плоды мировой истории, ну, нас он оправдает. Помимо Израиля, также думали и немало других народов в истории после Израиля, возомнивших себя народами-богоносцами, без должного к тому основания. Да, тем не менее, тоже все думают, там, и, скажем, грекоязычные, и славяноязычные, еще кто-нибудь, все думают, ну, мы-то на стороне Бога, топтавшего, вточили, будем вместе с ним топтать грешников. Нет. Показываю пророку. Вот этот кровавый, мучительный выбор, наполняющий человеческую историю, Бог говорит, никого из народов не было со мною, потому что никто из народов не в состоянии удержаться в этой правде Божьей, не в состоянии действительно сохранить этой правде верность и для израильтян это очень важная вещь в тот момент, понимая, понимать, что Бог собирает плоды со всех с них в том числе. И вот Господь говорит, я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние мое. Вот так история мира здесь представлена, как история народов, каждый из которых существует там какие-то сотни лет, отмеренные ему, приносит плоды, и это плоды, которые становятся причиной гибели этих народов. И вот кровь их брызгала на ризы мои. Конечно, нельзя не вспомнить здесь притчу о злых виноградрях, которую произносит Господь Иисус, и то, что сказано о винограднике Господа Саваофа в книге Исаии Первого, Иерусалимского. Тем не менее, без всех этих даже соотнесений, вот надо увидеть, надо увидеть, день мщения в сердце моем и год моих искупленных настал. Бог, как обоюдоострый меч, или Слово Божье, как обоюдоострый меч, проникающий до разделения составов и мозгов, как потом это скажет апостол Павел, отличающий правду от лжи, добро от зла. Правду от лжи, добро от зла. И вот никуда ты от этого не денешься. И один и тот же Бог – это не два разных его отношения к хорошим и плохим. Это явление правды Божьей, перед которой вот весь плод человеческой истории становится явным. И в основном это кровь – символ насилия, которая оскорбляет и пятнает ризы Господни. И, понимаете, не хочется видеть такого Бога. Не хочется об этом думать, потому что, ну, когда ты смотришь на свою собственную жизнь, понимаешь, что едва ли найдется в ней та крупица правды Божьей, которая останется нерастоптанной в точиле. Я попрал народы во гневе моем, сокрушил их в ярости моей и вылил на землю кровь их. Вот Господь говорит, я смотрел, и не было помощника, не было поддерживающего. Как и в некоторых других местах, здесь не так легко определить, от чего лица произносятся эти слова. От лица незримого Бога или Христа, Мессии. Но все же, вероятно, это действительно Бог, подводящий итоги истории. Но на этом разговор не заканчивается. Дальше пророк продолжает молиться и говорить о смысле плена. Вот в «Воспомену милости Господни» Господь даровал благость к дому Израиля. Он сказал, что они мои дети, народ, который не солгут, он был для них спасителем. И ангел лица его спасал их. И здесь, в общем, говорится скорее о начале израильской истории. Начале израильской истории. Что произошло дальше? Почему все сломалось? Почему все развалилось? Для нас это важно точно так же, потому что с нами происходит, как и со всеми остальными, то же самое. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его. Возмутились и огорчили Святого Духа. Стали действовать не по правде. Стали непослушны Духу Божьему. Дух Божий тот, кто направляет наше сердце к правде. И когда мы отрекаемся от этого пути правды Божьей, пути заповедей, пути милосердия, вот мы тем самым оскорбляем Духа Божьего и возмущаемся. Поэтому он обратился в неприятеля их. Не по вздорности характера, не по склонности к кровожадности. Бог обратился в неприятеля, а потому что мы возмутились и огорчили Святого Духа его. Потому что правда и милосердие не стали направлением нашей жизни и наших поступков. И тогда народ его, тогда перед пленом, народ вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Имеется в виду в сердце Моисея. Вот в минуту, в годину бедствий люди вспоминают о том, что вообще-то это Бог вложил в сердце Моисея Святого Духа и благодаря Моисею провел нас через море. Вот вспоминается это установительное событие израильской истории, переход через Красное море. Вот где теперь, когда мы возмутились и огорчили Святого Духа, где теперь Бог, который дал нам услышать голос этого Святого Духа? Где же он? Как он обратился в неприятеля? И пророк говорит о том, что в одни Моисея, как стадо сходит в долину, «Дух Господень вел их к покою». Здесь действительно изображается некий пастырь добрый, через которого Дух Святой ведет народ Божий, как овцы паствы свои, к покою. Конечно, речь идет о Мессии Христе. И в Новом Завете эту ссылку на «Аз есмь, пастырь добрый», мы увидим в Евангелии от Иоанна. «Вот Дух Господень так вел народ твой, чтобы сделать себе славное имя». И вот это еще одна важная очень мысль, идея для пророка, что Бог выводит из кошмара, из египетского рабства, через драматические испытания, вот это море и погоню, и пустыню, и вот через все, что приходится пережить на пути, Бог выводит к жизни свой народ, как стадо на тучное пастбище. Для того, чтобы сделать себе славное имя, речь идет об имени, которое выражается словами «Бог-спаситель». Бог-спаситель. Славное имя – это имя, которое знаменито между людьми, имя, на которое можно надеяться, которому можно радоваться и за которое можно благодарить. Имя славное – значит имя, в котором вот некоторым образом присутствует Бог. И это имя – Бог-спаситель. Бог-спаситель. Дальше мы увидим, что пророк будет не раз обращаться к этой мысли, что Бог действует для того, чтобы явлено было это славное имя, чтобы оно стало известно народу Божьему, а через него и всем людям. И вот дальше пророк продолжает свою речь и говорит потрясающие слова. Несколько последних стихов, на которые надо внимательно очень посмотреть. «Призрес небес посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей». Вот он представляет себе Бога, пребывающего в небесах, там жилище святыни, там место пребывания славы. Бог где-то на небесах, земля подножия ног, его вот этот образ чрезвычайно важен. Понимаете, вся вера Библии, вся библейская, богословская мысль до новозаветная, да и новозаветная тоже, но главное до новозаветная, представляет себе Бога абсолютно непостижимым, абсолютно иным, пребывающим на небесах между этими небесами и землей бездна, безграничное расстояние. Вот это попытка объяснить трансцендентность Бога, объяснить, что Бог не такой, как все эти языческие идолы, символы, вот все это, нимфы ручья, пребывающие где-то здесь в этом мире. Бог не вмещается ни во что. Вот эта невместимость и громадность Бога на самом деле очень важная и вдохновляющая для пророка штука. «Где ревность твоя, могущество твое, благоутробие твоей, милости твои ко мне удержаны?» Вот он обращается к Богу на небесах и говорит, «Господи, ну где твоя милость? Где та милость, с которой ты вывел нас из Египта?» Та милость, которая, собственно, делает имя твое. И дальше в 16 стихе «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя твое Искупитель наш». Итак, пророк, вернее, Израиль устами пророка, называет Бога Отцом. Когда мы видим в Новом Завете некоторые спекуляции фарисеев на эту тему, они предъявляют претензии Господу Иисусу Христу, а в конечном итоге и обвинение в Синедрионе, что вот там он Отцом своим делал Бога. На самом деле в этом нет ничего крамольного. Еще за полтысячи лет до Господа Иисуса вот Исайя говорит, «Ты, Отец наш, мы от тебя происходим, наша суть, то, что по-настоящему важно в людях, вот это происходит от тебя. Авраам не узнает нас, Израиль не признает нас своими, потому что, ну вот, личность, душа, душа живая, то, что есть по-настоящему неотъемлемое и главное, и незаменимое в человеке, это от Бога. Имя твое от века искупитель наш, потому что мы тебе принадлежим, ты наш Отец». Вот это отношение к Богу как к Отцу здесь чрезвычайно важно и неожиданно, потому что сразу все другое. Речь уже не идет о судье и подсудимом, или, если хотите, о дрессировщике и дрессируемом. Речь идет об отце и детях. И вот народ Божий, а с ним и все остальные люди, верные Богу, становятся, воспринимаются, свидетельствуются, как его дети. «Для чего ты, Господи, попустил нам совратиться с путей твоих?» Вот очень такая тоже многоговорящая фраза, потому что пророк признает, что мы совратились с путей своих. Пророк признает, что это наша ответственность, это мы сделали. И в то же время пророк говорит, «Ты, Господи, допустил это. Почему? Для чего? В чем был смысл происшедшего? Зачем ты попустил ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться тебя?» Здесь еще нет пространства для теологического дискурса о свободе воли, о реальности нравственного выбора человека и так далее. Здесь еще пока Исаия по традиции своей культуры, своей веры полагает Бога единственным самостоятельным и свободным действующим лицом истории вообще и каждой конкретной человеческой истории в частности. Поэтому он говорит, «Зачем ты допустил ожесточиться сердцу нашему?» Очень не сразу люди смогут сами сказать самим себе, «Зачем я допустил ожесточиться моему сердцу?» Здесь пророк скорее исповедует то, что без Бога, без его укрепляющего, поддерживающего духа, который он дает народу, вот это ожесточение сердца неизбежно. «Почему ты не поддержал меня, когда я шлепнулся?» Вот, собственно, смысл этих слов в 17 стихе. «Обратись, говорит Господь, ради рабов твоих, ради колен наследия твоего. Твой народ очень недолго владел этим наследием, и враги наши попрали святилище твое. Мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал. В результате происшедшего, в результате того, что ожесточились сердца наши, мы утратили все признаки людей, принадлежащих Богу, все признаки участников Завета. Вот, при этом Бог, Отец наш, и ни на что в своей собственной истории, ни на Авраама, ни на Израиля, опереться невозможно, но мы ожесточились, и, в общем, смотримся, так сказать, оставленными. Снова и снова, как в 62-й, 61-й главах, особенно 62-й, вот пророк обращается к этому образу оставленных, оставленных Богом. На этом обрывается 63-я глава, а, собственно, слово пророка продолжается в следующей главе.